Рейджа Ди Кассерта. В этом видео наш опыт посещения музея. И, как говорят в Одессе, нам-то понравилось, но осадок остался. Всем привет из солнечного Неаполя. Первое воскресенье нового месяца в Италии можно посетить бесплатно Королевский дворец в Кассерте. Но так ли хороша халява? Что привычно для европейского туриста, может стать настоящим испытанием для жителей СНГ. Вам очень повезло, что вы смотрите это видео. То, что вы узнаете сегодня, поможет вам избирать нежданчиков при посещении музея или выбрать платный вариант бесплатному. Почему же я выбрала бесплатный вариант? Музей вообще-то я уже видела три раза. Но очень хотелось показать моей семье из Украины. Нас шесть человек. И для бюджета семьи экономия на билетах в 60 евро – такие приятный бонус. Итак, первый нежданчик. До музея можно добраться из Неаполя на машине, автобусе и поезде. Так вот, именно в воскресенье рейсы на поезде или автобусе сокращены на 50%. И именно утром с 9 до 11 вам нечем будет уехать из Неаполя. И в последующее время с 16 до 19 вернуться в Неаполь. Так что лучше всего выбрать машину общественному транспорту. И это только прекрасное вступление. По приезду в кассерту, благо музей напротив вокзала, вам любезно предложат в кассе взять этот самый бесплатный билет. И тут второй нежданчик. На билете указано время посещения. И это время не когда вы купили билет, а ровно на 2,5 часа позже. 2,5 часа вам предложат ходить-бродить под музеем. Ни лавочек, ни навесов от палящего солнца администрации музея не предусмотрено. Мы прекрасно провели время в одном баре. Хотя не всем так повезло, как нам. С 2 часов после обеда и до 5 все бары и рестораны закрываются на обед. И с билетами тоже есть выход. Заранее онлайн нужно забронировать и распечатать билет на посещение музея. С онлайн-билетом вас пропустят без привязки ко времени. Третий нежданчик вообще сломал всю мою базу аналитических данных. И веру в здравый смысл правил, установленных администрацией музея. При посещении Королевского дворца, каждое крыло здания имеет свой отдельный вход. Входы находятся на одном этаже в виде развилки. Никаких указателей. Иди куда хочешь. Выбрав любое направление, вы выходите из музея без возможности вернуться. Повторно нам не разрешили пройти по музею, ссылаясь на правила. И... Па-бам! Мы сами виноваты. Только не смейтесь, что выбрали не тот вход. И четвертый нежданчик бесплатного визита. При подъеме на самый верх трехкилометрового фонтана, я надеялась попасть в тень деревьев английского парка. Но его просто закрыли. И, о бедные туристы, прятались от палящих лучей солнца в редкой тени деревьев возле фонтана. Почти сорокоградусная жара, хороша только для рыб в фонтане. Поэтому очки, зонты и шляпы от солнца – это неотъемленный атрибут посещения музеев в Италии. И нам таки удалось посмотреть и погулять в тени деревьев, прилегающего ко дворцу слегка занедбанного сада. Домик дровосека, как назвал его мой внук. В шутку. И даже увидеть напоследок пожар с ухо стоя возле дворца. В общем, воскресный бесплатный день посещения королевского дворца в кассерте удался. Грили душу сэкономленные 60 евро на билеты. Но повторить марафон ожиданий по два часа то поездов, то входов – желания больше нет. И, как говорят на Украине, дышевым ясом – погана юшка. Всем пока и до новых встреч в моих последующих видео. С вами была Татьяна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok